В студии директор компании Интек. Ярослав, добрый день. Алексей, привет. Очень рад приветствовать в нашей студии, несмотря на то, что перед нами нет живой аудитории, но мы-то представляем, как много людей нас сейчас смотрит. Итак, Ярослав сегодня выступает с темой, как прокачать интернет-магазин и каковы они, незаменимые инструменты для победы над конкурентами. Ну вот перед тем, как начнете ваш рассказ, я хочу спросить, а правда ли сейчас вот то, что происходит на рынке, можно назвать прямо войной между предпринимателями? И правда ли нужно побеждать своих конкурентов? Или, возможно, какая-то коллаборация, ну что называется, всем миром победим ситуацию? Знаешь, как я считаю, что бизнес это как в спорте. Это такая спортивная борьба, не как на войне, там, на жизнь, на смерть, а скорее всего, как какое-то определенное соревнование. Ну в нем всегда, ну не всегда, но часто бывают победители и те, кто не дотянул. И очень часто ключевую роль в этой победе играют технологии, потому что технологии дают конкурентные преимущества, и сегодня просто в нашем мире без них никуда. И если ваши конкуренты используют технологии, а вы не используете, то вы в проигрыше. И наоборот, если у вас технологии более эффективные, то вы имеете больше шансов на победу. То есть, используя эту аналогию, тот спортсмен победит, который лучше всех подготовился. Да. Ну что ж, прошу вас, расскажите все, что вы подготовили для рассказа нашей аудитории. Я уверен, это будет увлекательно. Я только хочу заранее пригласить наших зрителей задавать вопросы в чат. Можно активнее это делать. Мы не просто задаем все вопросы подряд, мы выбираем лучшие из них. И я напомню, что самые лучшие, насколько я могу судить, будут удостоены неких поощрений от организаторов форума. Прошу вас. Друзья, сегодня мой доклад связан с тем, как прокачать свой интернет-магазин и сделать его максимально эффективным. Вообще, могу сказать по своему опыту, что платформа 1SBITX – это, пожалуй, самая мощная система для того, чтобы запустить свой интернет-магазин и организовать онлайн-продажи в интернете. И здесь есть ряд хитростей и ряд технических моментов, которые вам позволят быть впереди и быть эффективнее. Я сейчас про них как раз расскажу. И, собственно, начнем мы с технологии поисковой оптимизации, потому что интернет-магазины имеют максимальный потенциал для привлечения посетителей из поисковых систем. В первую очередь за счет того, что на них, как правило, много контента. Это товары, разделы каталогов. И можно усилить их за счет дополнительных модулей, таких как SEO-фильтр. В двух словах расскажу, что это такое. То есть у каждого интернет-магазина есть разделы каталога, где выводятся списки товаров. И люди, когда, допустим, выбирают товар на вашем интернет-магазине, они могут, допустим, фильтровать список товаров по каким-то характеристикам. Вот здесь вы на слайде видите, допустим, человек отфильтровал ламинат класс 32. Так вот, этот SEO-фильтр, он позволяет не только отфильтровать товары, а создавать вот под этот ключевой поисковой запрос ламинат класс 32 отдельную целевую страничку со своим уникальным адресом URL, заголовком, описанием, отфильтрованными товарами и, допустим, description. И вот если мы правильно настраиваем SEO-фильтр, мы тем самым увеличиваем количество посадочных страниц в разы. То есть у нас, допустим, в каталоге не только одна страничка ламинат, а ламинат класс 32-33. И можем использовать какие-то другие характеристики, чтобы затачивать наш каталог товаров под низкочастотные страницы. Я сейчас покажу на предыдущем слайде, как это выглядит. То есть, допустим, у нас есть каталог товаров платья, у них есть цвет. И мы вот подстраиваем наш фильтр, наставим таким образом, чтобы таких страниц было как можно больше. И, собственно, эта технология достаточно хорошо работает и активно пользуются SEO-оптимизаторы. Ну, у этой технологии есть свои особенности. Если пользоваться неумело, то это может нанести вред вашему сайту. В первую очередь надо избегать дублей. То есть, допустим, если у нас все странички получаются однообразные, либо не уникальные, их поисковая система может отфильтровать. Также мы не рекомендуем использовать большую связку характеристик, более чем две. Потому что если мы используем в одной комбинации много характеристик, ну, сейчас я уточню, допустим, цвет, размер, бренд. У нас может получиться платье, допустим, лакост, размер 32, цвет черный. И этот SEO-фильтр может создать просто гигантское количество таких страничек. И, бывает, там цифры могут и стоить 200, и 300 тысяч. И поисковая система может посчитать это таким поисковым спамом и отфильтровать вообще, в принципе, весь интернет-магазин целиком, либо какую-то часть. Поэтому слишком много характеристик использовать не следует. Следующая технология, тоже связанная с SEO-фильтром, это тегирование каталога. Это, по большому счету, тот же самый фильтр, только вместо характеристик, которые выбираются в фильтре, мы делаем вот такие табы. И там мы можем указывать не только характеристики, параметры товара, а, допустим, какие-то определенные запросы низкочастотные, которые люди используют для поиска товаров в интернете. Ну, допустим, там смартфоны на Android, там смартфоны 2019 года и еще любые другие запросы, которые предварительно необходимо собрать в том же самом Wordstat. И мы под такие запросы с помощью SEO-фильтра создаем целевые страницы, где у нас будет подборка товаров и поисковая оптимизация вот таких посадочных страниц. Вот для интернет-магазина я могу сказать, что SEO-фильтр – это очень эффективный инструмент привлечения посетителей из поисковых систем. Плюс ко всему, сам по себе фильтр очень удобен для ваших покупателей, потому что упрощает навигацию по товарному каталогу. Ну и, собственно, как его сделать удобным? Во-первых, надо подбирать именно ключевые слова. Просто так характеристики включать не имеет никакого смысла. То есть мы должны сначала собрать семантику, посмотреть, какие дополнительные слова используются в запросах бренды, или, допустим, какие-то другие характеристики. И только после этого настраивать наш SEO-фильтр обязательно прописать все необходимые атрибуты. Это заголовок страницы, заголовок H1, какой-то определенный пояснительный текст. И особенно следить очень важно, чтобы у вас не было пустых страниц в каталоге. Допустим, у вас нет нужного товара, человек выбирает эту характеристику, а там пусто. Вот этого надо избегать. Итак, идем дальше. Что касается SEO-текстов. Вот время таких больших SEO-портянок прошло. То есть вот если посмотреть на сайты, допустим, оптимизированные в 2014-2015 году, можно заметить в каталогах товаров такие большие SEO-портянки внизу под товарами. Так вот могу сказать со всей уверенностью, что для интернет-магазинов эта технология сейчас не работает. SEO-тексты, они сейчас до сих пор хорошо работают в информационных сайтах, для сайтов услуг. Но именно для листинга товаров, там, где у вас товары, они, наверное, даже больше мешают. Мы, допустим, по своим проектам наблюдаем, там, где мы удаляем вот такие большие портянки, позиции даже возрастают. И поэтому, если у вас на сайте есть такие большие портянки текстов, от них лучше избавиться и заменить вот такой на небольшой анкор. Пояснительнее, допустим, буквально там 3-4 строчки. Теперь, что касается оптимизации карточки товара. Вообще, что касается интернет-магазина, то карточка товара – это основной элемент вашего сайта. Потому что именно информация о товаре продает ваши товары и приводит к продажам. И здесь ни в коем случае нельзя экономить на контенте. Вообще, есть такая фраза – контент – это бог маркетинга поискового. Поэтому, в первую очередь, если у вас есть товары, сделайте для них качественные, вкусные, красивые фотографии. Уделите этому нужное время, выделите нужные ресурсы, не знаю, наймите фотографа, организуйте фотосессию, сделайте качественные фотографии. Далее, необходимо обязательно указать всю информацию о товаре, это характеристики, описание. Уделите внимание именно условиям доставки, наличию на складе. То есть, когда человек заказывает товар, у него в первую очередь возникает в голове вопрос, как он его получит. То есть, через сколько, есть ли товар на складе, какой службой доставки будет доставляться ему товар. И самое главное, какие гарантии он получит на товар. И если он ему не понравится или не подойдет, как он его может вернуть. То есть, это информация о Moneyback и, собственно, гарантиях. Идем дальше. Собственно, вот самая такая проблема для поисковых аналитиков – это продвижение интернет-магазина во всех регионах. С чем это связано? Дело в том, что поисковые системы практикуют так называемую региональную выдачу. То есть, люди, которые находятся, допустим, в Екатеринбурге и вбивают, допустим, запрос, ну там, пластиковые окна в Екатеринбурге или там, купить одежду в Екатеринбурге, видят интернет-магазины из Екатеринбурга. А, допустим, пользователи, которые вводят запрос в Челябинске, видят предложение компании от челябинских компаний. С одной стороны, это удобно для пользователей, но для поисковых аналитиков это доставляет ряд ограничений, потому что очень трудно продвигать еще раз сайт сразу же во всех регионах. Но здесь, собственно, что же делать? Здесь есть ряд технологических приемов, которые позволяют продвигать сайт сразу в нескольких регионах. И, по большому счету, их два подхода. Это создание с помощью определенного модуля для платформы 1SBITX, он называется мультирегиональность, вы его можете найти на площадке Marketplace. С помощью этого модуля можно создавать для вашего интернет-магазина либо региональные поддомены, либо региональные папки. И сейчас я расскажу, в чем их отличия и преимущества. Что такое региональные поддомены? То есть региональные такие отдельные получаются у нас URL, допустим, сайт для MSK это будет, допустим, там, для Москвы это будет MSK, для Чела это будет, изменяется URL-сайт. Это вот вы на этом сайте можете в левом верхнем углу посмотреть, допустим, как выглядит адрес сайта. И когда человек, допустим, выбирает свой регион, Челябинск либо Москву, на его вариации интернет-магазина меняются контакты, меняются заголовки, может меняться контент. Допустим, вот внизу мы видим, допустим, что подставился в заголовок город Москва, для Челябинска это будет Челябинск, может меняться телефон. И по большому счету у нас есть один физический магазин, и под каждый город мы делаем его вариации. Какие плюсы? Технология достаточно хорошо работает для Яндекса, это достаточно удобно для пользователей, но здесь есть один такой очень важный нюанс, который, можно сказать, является таким ключевым ограничением. Эта технология достаточно затратная, потому что вам приходится продвигать не один сайт, а, допустим, несколько сайтов в каждом отдельном взятом регионе. То есть, и тут работа возникает по контенту, потому что необходимо обеспечить определенную уникализацию контента. Также расходы возрастают на внешние факторы ранжирования, допустим, те же самые поисковые ссылки или краудссылки. И бюджет в целом на продвижение возрастает. Это вот, собственно, я сейчас минусы рассказал. Что такое оригинальные папки? Технически это реализовано следующим образом. То есть, для каждого региона у нас создается вот такой URL, то есть адрес сайта, слэш, допустим, Челябинск, адрес сайта, слэш, допустим, Москва. И технически реализация получается аналогичная. То есть, контент выводится пользователям адаптированный. То есть, используется также название региона в заголовках, используются контакты для данного региона. И, собственно, самые главные плюсы именно такого технологического подхода заключаются в том, что такая технология, она более экономичная. То есть, вам не надо создавать несколько региональных сайтов и их отдельно каждый продвигать. Вы создаете один сайт и работаете с ним как, ну, с одним ресурсом. То есть, покупаете на него ссылки, покупаете на него другие внешние факторы ранжирования. И его видят, вот такой сайт, пользователи из всех регионов, на которые вы его настроите. Ну и, собственно, какие есть минусы у этой технологии? Ну, самый главный минус, оптимизаторы меня поймут. То есть, такой сайт нельзя зарегистрировать в веб-мастере, привязать его к какому-то отдельному в загтому региону. Его надо привязывать, ну, ко всей России, у него будет региональная привязка к России. И второе ограничение такое, что если вы сильно будете этим злоупотреблять, допустим, сделаете, там, не знаю, там, не 10 регионов, а, допустим, там, 100, 200, 300 регионов, и контент страниц не сильно будет отличаться между ними, то поисковая система может признать такие страницы дублями и просто их отфильтровать. Если резюмировать две эти технологии, то первая, она более безопасная и более затратная, а вторая, она такая более экономичная и, ну, в какой-то степени менее безопасная, потому что, ну, как и определенная станица, поисковая система может отфильтровать. В общем, мой совет, если у вас достаточно хороший опыт в поисковом подвижении, то лучше использовать вторую стратегию, а если оно недостаточно, то первую. Ну, а, собственно, мы идем дальше, и буквально здесь хотел дать определенный совет, как можно увеличить кликабельность вашего сайта в поисковой выдаче. Используйте эмодзи. Это вот такие вот ярлычки, знаки, которые привлекают внимание пользователя, их сделать достаточно просто, а эффект они дают достаточно хороший. Вот мы на своих проектах замечаем, что кликабельность по таким заголовкам значительно возрастает, и за счет этого увеличиваются и посетители на сайт, и увеличиваются поведенческие факторы в целом для сайта. Сделать это несложно, сделать это может, в принципе, любой программист. Единственное, ваш сайт должен поддерживать кодировку от F8. Идем дальше, теперь мы поговорим про стимулирование продаж. Ну, это такая классика, это все стратегии, связанные со скидками, акциями, купонами, и здесь цель продавать здесь и сейчас, и закрывать, ну, на сделку вашего посетителя в моменте. У платформы 1SBITX есть очень мощный функционал для этого. Я хотел здесь выделить, допустим, такой функционал, как комплекты. То есть вы вот видите, что здесь под карточкой товаров показывается, допустим, основной этого рубашка и, допустим, какой-то дополнительный товар, который может идти в комплекте. Ну, в данном случае пиджак. То есть человек пришел за одним товаром, а купил два, потому что два ему было купить выгодно в одном комплекте. И эта тема достаточно хорошо работает. Также имеет смысл дополнять наши карточки товаров такими элементами, как сопутствующие товары. Допустим, с этим товаром покупает. Это увеличивает, помогает вашим пользователям лучше ориентироваться в каталоге и плюс ко всему добавляет траст вашего сайта поисковым системам. Еще хотел рассказать про один такой интересный прием. Это таймер на промо-акцию. То есть в чем заключается его смысл? Поисковые системы сейчас очень сильно используют так называемые поведенческие факторы. И ключевым поведенческим фактором является это процент отказов. В чем его смысл? Смысл заключается в том, что если человек, допустим, из поиска приходит к вам на сайт, и уходит ранее, чем через 5 секунд, то поисковая система считает, что данный сайт по данному запросу не подходит. Если процент отказов будет превышать определенное пророговое значение, там больше 30-40%, ваш сайт будет опускаться в поиски. Так вот, чтобы влиять на этот показатель легально, то есть без всяких, скажем, накрутки, есть интересный прием, когда мы новым пользователям, который приходит, допустим, из поисковой системы первый раз, мы им показываем вот такой таймер, допустим, время не обязательно настроить на 60 секунд, можно, допустим, на 15 секунд, и человек видит, что там есть какое-то интересное предложение, нужно подождать какое-то время, он ждет, и в конце за его время его ждет подарок, допустим, промокод, допустим, на 1000 рублей. То есть эти деньги не обязательно раздаривать, вы можете в BitX настроить активацию промокода при достижении, допустим, суммы заказа определенного значения, поэтому прием, в принципе, достаточно интересный. Еще есть достаточно эффективная вещь, это скидка на размер корзины. То есть когда человек добавляет какой-то товар в корзину, ему может показываться надпись, что дорогой, добавь, допустим, сумму заказа до, там, допустим, 50 тысяч рублей и получи скидку, ну, такую-то. И это тоже подталкивает пользователей, допустим, не маленькую покупку сделать, а сделать ее больше, и тем самым мы можем увеличить на вашем сайте средний чек. Следующая вещь, на которую необходимо обращать внимание владельцами интернет-магазинов, это правильный мерчендайзинг. То есть как и в традиционных магазинах, мы должны слить, что и в какой последовательности у нас находится в наших виртуальных полках. И здесь совет следующий. То есть, во-первых, используйте маркеры. То есть маркер – это вот такой вот, вы видите, у товаров значок, допустим, акция, либо товар заканчивается, либо рекомендация, либо популярный товар. И помечайте вот такими маркерами товары, которые являются для вас основными, на которых вы зарабатываете. И именно такие товары надо ставить вверх страницы, то есть товары, которые вы продаете без акции, те, которые приносят вам больше денег и которые, ну, являются для вас в какой-то степени дойными коровами. Вот. Ниже ставьте за этими товарами товары, у которых вы имеете ограниченный запас на складе. И только потом ставьте товары со скидками. Потому что человек, который пришел к вам на сайт за скидкой, он его будет искать, такой товар, и пролистнет товар, который вверху, и внизу, допустим, каталога, найдет товары со скидкой. А человек, допустим, для которого скидка не важна, с большей вероятностью купит товар без скидки, если вы ему покажете его первым. И вот еще очень интересный подход, даже не то, что интересный подход, а возможно, в общем, дайте своим посетителям покупать товары в рассрочку. Особенно, если вы продаете какие-то дорогостоящие товары стоимостью выше 10 тысяч рублей, обязательно подключите рассрочку от банковских систем. Допустим, мы на своих проектах наблюдаем рост выручки до 30% на тех магазинах, где мы, допустим, подключили покупку в рассрочку товаров от банка, допустим, там, Тинькофф. Интеграция происходит технически несложно. Рядом с кнопкой, вот вы видите на этом слайде, рядом с кнопкой купить, есть кнопка, так, секунду, в общем, есть кнопка купить в рассрочку. Человек нажимает эту кнопку и покупает этот товар в рассрочку. Следующая тема интересная – это партнерская программа прямо на вашем интернет-магазине. Для платформы 1SBITX есть один замечательный модуль, который позволяет заинтересованным покупателям участвовать в вашем маркетинге. То есть они могут создавать для себя реферальные скидки, генерировать купоны и, допустим, получать бонусы, либо скидки, либо, допустим, даже живые деньги от тех покупок, которые происходят с их реферальных ссылок. И тем самым они могут привлекать к вам на сайт своих знакомых, друзей, либо просто каким-то образом распространять такие ссылки в интернете, в соцсетях и увеличивать вам, увеличивать трафик на ваш сайт. Вот тут, как правило, два формата реализации. Это либо реферальная ссылка, либо купона. Так, ну, собственно, мы идем дальше. И следующее, о чем я хотел рассказать, о технологии BigDate. Вы, наверное, все замечали, что на крупных популярных маркетплейсах, такие как Ozone, Walburys и Amazon, на главной странице вы видите не просто какие-то товары, а персональные подборки. То есть, те товары, которые с большей долей вероятностью подходят именно к вам. Как это происходит? То есть, это такая умная система а-ля искусственный интеллект анализирует ваше поведение в интернете, анализирует ваши потребительские педпочечения и подбирает из каталога товаров именно те предложения, которые с большей вероятностью подойдут именно вам. И, пожалуй, платформа 1SBITX уникальна именно тем, что эта технология в ней предлагается совершенно, ну, в рамках базового тарифного плана. И работает она таким образом, что она анализирует не только посетители вашего сайта, а вообще всех посетителей обезличенно, которые посещают сайты на платформе 1SBITX, анализируют их интересы. И если человек спустя какое-то время пришел на ваш сайт, она ему покажет именно те товары, которые интересны этому человеку. И за счет этого точно так же можно повышать продажи на своем интернет-магазине. Следующая тема это триггерные рассылки. Вообще подход этот уникален тем, что вы один раз сделали хорошую, качественную, вкусную триггерную рассылку и она работает на вас в фоновом режиме. Вы этого, может быть, можете даже не замечать. Она работает круглые сутки без вашего участия. Как это происходит? Человек оставил на вашем сайте e-mail, допустим, зарегистрировался, заполнил лид-форму, либо, допустим, когда-то оформил заказ на сайте и запускается так называемая триггерная рассылка. Мы рекомендуем ее делать по стратегии автоворонки, то есть по пяти шагам это проблема, потребность, решение, закрытие и, допустим, акции. Расскажу про свой случай. Как-то раз я оставил заявку на сайте, который занимался строительством фундаментов. Вот, не поверите, через полгода я о фундаментах знал все. Первые письма меня пугали. Они, я получал, знаете, такие фотографии таких полуразрушенных домов, у которых разъехали стены, просела кровля, потому что был некачественный фундамент, это была такая страшилка. Потом мне приходили письма о том, каким должен быть правильный фундамент, какие технологии строительства используются. Следующие письма приходили о том, как эта компания делает фундамент. Потом мне приходили отзывы и кейсы, и только после этого мне пришла скидка на 30 тысяч рублей, если я закажу строительство фундамента в этом сезоне. То есть я как потребитель и потенциальный заказчик получал такие контакты, то есть мне не давали забыть о том, что я когда-то хотел построить фундамент на протяжении полугода. И вот такие триггерные рассылки, они в первую очередь позволяют напоминать о себе, а если вы может быть слышали, либо знаете, что как правило сделку совершает человек после 8, 9, 10 контактов. То есть человек не может, это очень редко когда человек допустим зашел на ваш сайт первый раз и сразу же купил. Это крайне редко. Как правило требуется до 8 контактов для того, чтобы человек созрел. Особенно это актуально для дорогостоящих товаров, где человек выбирает, сомневается, сравнивает характеристики поставщика. И здесь тыгерные рассылки позволяют о себе напоминать, формировать доверие и собственно дожимать продажи. Какие могут быть стратегии, но совершенно разные. Такие простые это допустим забытая корзина, отмененный заказ, письмо вдогонку, допустим человек купил телефон, а ему допустим на следующий день приходит предложение о покупке допустим чехла к этому телефону. Либо допустим есть такая стратегия будильник, то есть спустя 3 месяца либо полгода просто письмо с напоминанием о себе. вот рассылки как я сказал могут быть информационные в них могут быть отзывы кейсы какие-то персональные предложения и в целом триггерные рассылки это крайне эффективный инструмент. Ну и собственно не забываем про рекламу и в платформе 1SBitex есть замечательный модуль который позволяет синхронизировать наш товарный каталог с рекламными системами и организовать такой грамотный ремаркетинг. Вы наверное замечали, что на многих интернет-магазинах крупных, когда вы посмотрели какой-то товар, этот товар потом на протяжении какого-то времени вас везде писследует. Это называется динамический интернет-ремаркетинг и чтобы его настроить грамотно надо связать нашу платформу с рекламными системами. Так вот есть в BitX специальный инструмент, который позволяет очень легко эту связку настроить. Мы идем дальше. Мой доклад близится к завершению, поэтому я постараюсь последние слайды рассказать, но придется мне это делать быстрее. Так вот есть такая фраза известного предпринимателя начала 20 века Джонни Ванимайкера, что я знаю, что половина моего рекламного бюджета расходуется в холостую, но не знаю какая именно. Так вот учитывая те технологии, которые дает нам платформа 1SBitX, это не про нас, потому что в платформе 1SBitX есть система сквозной аналитики, которая точно вам покажет, какой рекламный канал пиносит денег, сколько пиносит и насколько он эффективен. И вы можете понять, в какую рекламу вкладывать деньги, а в какую стоит рекламный бюджет сократить. Идем дальше. Собственно, достаточно классно работает и в интернер-магазинах, и на классических сайтах геймификация. Это геймификация, это всевозможные квизы, лиды. И один из таких вариантов, это есть такая технология, ловец уходящих лидов. То есть, когда человек хочет закрыть ваш сайт, тянется курсором в область крестика, ему всплывает вот такое уведомление, такой, знаете, последний шанс на дружбу, там, дорогой, не уходи, у нас для тебя есть предложение. Заполни заявку и там получи, допустим, что-то там со скидкой. Могу по секрету сказать, что в нашей компании нам приходит до 20% заявок именно с этой формы, поэтому она достаточно эффективна. Ну и если вы используете на сайте, допустим, лид-магниты, делайте их такими, чтобы они были ограничены во времени, потому что это тоже стимулирует пользователя использовать их здесь и сейчас. Ваш интернет-магазин должен быть обязательно быть адаптивным, то есть он должен корректно отображаться на мобильном устройстве, должен быть быстро работать, контент должен быть адаптирован для мобильной версии, потому что больше половины пользователей сейчас приходит именно с мобильных устройств и сейчас мобильная версия сайта можно сказать является основной, а десктоп уже в такой вспомогательной версии. И напоследок хотел вам рассказать, что у платформы 1S-BitX есть такая замечательная вещь, как CRM, потому что ни один отдел продаж сегодня не может эффективно работать без профессиональной CRM-системы. И это касается точно так же интернет-магазинов. Вообще сотрудники отдела продаж не должны работать в админке сайта, потому что это все-таки область контент-менеджеров, администраторов, а ваши сотрудники, которые работают с клиентами, должны работать в CRM-системе, потому что там больше функциональных возможностей для эффективного взаимодействия. И собственно у платформы 1S-BitX есть как встроенная система CRM, это редакция интернет-магазин плюс CRM, также возможна интеграция с облачной версией BitX24, которая столь же эффективна, ну как и коробка. Ну к сожалению мой доклад завершается. Мы бы слушали и слушали его еще довольно долго. Но сейчас переходя к вопросам, которые задавали нам зрители на нашей платформе, первый вопрос я бы хотел задать такого рода. По каким критериям нужно выбирать компанию, которая будет заниматься SEO-оптимизацией интернет-магазина? Ну в первую очередь по кейсам, по успешным проектам, которые они реализовали до этого. Это я считаю главный критерий. Это первый критерий. Первый критерий. И во-вторых, в этой компании обязательно должны быть технические специалисты. Не где-то там на удаленке, в простерах интернете, а по возможности в штате это обязательно. Сейчас ни одно сыр не обходится без программистов. Без программистов и технических специалистов. На удаленке-то они могут сидеть, но они должны принадлежать, что называется, этой компании. Они, ну вот, учитывая пандемию, мы, конечно, много, много кто перешел на дополнительный формат работы, но есть понятие штатный специалист, а есть понятие фрилансер. И желательно, чтобы все-таки специалисты были штатные и работали в команде. И команда должна быть полноценной. То есть там не только должен быть маркетолог, там должен быть поисковый аналитик, копирайтер, программист, то есть полный цикл. Должна быть полноценная команда быть. То есть вот эти два главных критерия, есть что-то еще или на них можно остановиться при выборе этой компании? Это я считаю основные. Хорошо. Еще один вопрос из сети, более такой предметный. Необходимо ли разворачивать сайт на поддоменах по продаже, например, коммунальной техники и дорожных машин, если все конкуренты продвигают на одном домене? Вот это очень важное наблюдение. Прежде чем выбрать именно технологическое решение, надо посмотреть выдачу и посмотреть по какой стратегии продвигаются ваши конкуренты. То есть если ваши конкуренты продвигаются с помощью папок, значит поисковой алгоритм считает такой подход более рациональным. То есть смотреть на конкурентов? Конечно. Первое вообще вот первое правило поискового аналитика «Смотри выдачу». То есть мы берем запрос, изучаем выдачу поисковой системы, анализируем сайты, включаем голову и понимаем за счет чего они вышли в топ. То есть не нужно изобретать что-то новое, нужно смотреть, что работает у других. Надо быть наблюдателем. Другими словами, за мудрым проследив его и тратить мудрость себе во благо и не тратя сил. Еще один вопрос. Как думаете, рассылки и реклама не формируют ли негативное отношение к продавцу? Если эти рассылки предметные, персонализированные попадают, что говорится, в яблочко, яблочко, это наоборот, я считаю, для потребителя большой плюс благо. Потому что вот у нас в чате там были отзывы о некоторых компаниях, которые забрасывают своих клиентов или только тех, кто интересовался товаром. Но надо понимать, надо чувствовать грань. Это касается всего. Это касается и телефонного маркетинга. Можно так долбить по телефону, что, мягко говоря, обидит человека. Да, да, да. И очень многие, судя по всему, обижаются. И тут всякие разные теории культивируют, как грамотнее расправиться с такими рассылщиками. Сейчас еще один был довольно интересный вопрос, и я его обязательно найду. А, да. Как исправить долгую загрузку сайта? Спрашивают нас. И какие последствия будут, если сайт грузится около 6-8 секунд? Вот у меня как раз в моем докладе был последний блок, который мне, к сожалению, пришлось попустить. Там как раз про долгую загрузку сайтов. Постараюсь быть быстрым. Во-первых, у платформы 11bitx есть две замечательные технологии для ускорения сайта. Это композитный сайт, когда контент страницы грузится, не каждый раз из базы подтягивается, а записывается в так называемый кэш, и отдается уже сначала легкий контент, потом тяжелый. Это технологии, композитный сайт. Его надо грамотно настроить. Это первое. Второе, есть технологии CDN, это когда ваш сайт хранится одновременно на нескольких серверах и отдается пользователю с того сервера, который находится территориально ближе. И третий момент очень важный, очень третий важный момент, он касается именно тех магазинов, у которых есть большой каталог товаров. Вообще большие каталоги, они требуют индивидуальной настройки сервера. То есть если у вас большой интернет-магазин, допустим, на 10, вот 20 тысяч товаров, мы в своей такой практике очень часто сталкиваемся, человек покупает легкий хостинг, ну, допустим, за 300 рублей в месяц, ну, вообще, то есть для сайта визитки, загружает туда вот такой гигантский интернет-магазин, потом пишет техподдержку, и, ребята, у меня сайт не грузится, разберитесь. То есть скорость работы сайта зависит от двух параметров, от самого сайта и, собственно, от правильной на стойке сервера. Поэтому для крупных интернет-магазинов нужно правильно наставить сервер. Очень хорошо. Я уверен, что вам есть еще чем поделиться с нашей... сайт-магазином,